Добро пожаловать на пересадочную станцию и еженедельное путешествие в мир настоящего постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Может дать по нему длинную и уходить? Ну и в жопу эти знакомства на сегодня. Чувак лежит ногами ко мне, что-то увлеченно разглядывая в оптику. Я тихонько снял с плеча автомат. Нет, как-то нехорошо стрелять в спину. Моральные принципы не позволят мне такую подлость. Да и не похож этот чудик на прихвостни Сергеича. Чистенькая куртка-аляска, добротный рюкзачок и обувь. Держа на мушке загадочного стрелка, не спеша подошел. Не реагирует. Странно. Я посмотрел, куда он целится. Там, среди редкого перелесия, в метрах в пятистах по склону сопки топчется лось. О, нихрена се! Это ж целая гора мяса! Тот стоит, как дурак на открытой местности и пожирает что-то жухлое из-под снега. Наверное, траву. Жаль, конечно, мешать человеку, но нельзя допустить, чтобы этот дурень пальнул. Кто знает, вдруг мародеры из райцентра где-то неподалеку прибегут на выстрел. У них же сейчас пуканы горят не по-детски. Странно только, что этот не слышал нашу пальбу. Ммм, глухой, наверное. Я кашлянул нааккуратно. Все-таки человек с ружьем. Хрен знает, что у него в башке. Все так же ноль реакции. Тогда я уже не церемонясь пнул в пятку этого аутиста. Парень подернул плечами, отложил вепрь и неторопливо обернулся. Из-под мохнатого капюшона на меня уставились круглые от удивления глаза за двойными стеклами, противогаза и очков. «Не помешал, дружище?» – спросил я. «А? Что?» – крикнул чувак. «Ну, точно, блин, глухой». «Не помешал?» – спрашиваю. Я повысил голос. «Погоди, ща!» Он содрал с лица противогаз, поправил очки и вытащил бусинки наушников. «Аудиокнигу? Слушаю!» – пояснил, улыбнувшись. «Ну ты даешь!» Я восхитился простотой чувака, который, в принципе, не заморачиваясь творящимся вокруг пиздецом, просто слушает, блядь, аудиокнигу. «А вы, собственно, кто?» – спросил он, поднимаясь с земли и отряхивая снег. «Я Саня». Запнулся. «Говорить или нет?» «Да ладно, в людях я разбираюсь». «Выживальщик». «Правда? Класс!» – обрадованно воскликнул он. «Очень приятно! Валера!» Я пожал руку. «Это, ну, теща связала». Валера смущенно спрятал в карман розовые шерстяные варежки. «А ты и правда, выживальщик, тоже есть бункер?» «Конечно, комрад. Будешь?» Я предложил сигарету. Новоявленный коллега радостно согласился. «Я вообще только первый день, как на поверхность, выбрался», – признался комрад, жадно затягиваясь. «Люсечка моя не хотела отпускать. Говорит, пропадешь. А я говорю, так радиации же нет практически. Давай тогда кота сначала выпустим. У тебя и кот есть. Целых два. Тещины-бестии. Из-за них едва успели, представляешь? Только тушенку на них переводим. Люсечка, говорит, без мамы никуда не поеду. В общем, пока на дачу приехали, пока прособирались. Это...» Он грязно выругался. «Без кошеков своих, говорит, не поеду. Ловили их еще полдня». «Прямо квест», – усмехнулся я. «А че ты в противогазе?» «Так чтобы Люсечка и не волновалась», – пожал плечами Валера. «Ладно, пойдем». Я втоптал окурок снег. «Куда?» «Ты к себе, я к себе. Тут небезопасно вообще-то». «В смысле?» «Банда головорезов рыскает где-то рядом. Охотится на таких, как мы с тобой». «Но каких?» – настороженно спросил Валера. «На выживальщиков». «А-а-а... А почему?» Он поднял земли винтовку и завертел по сторонам головой. «Жрать, наверное, нечего», – сказал я. «Припасы им нужны. У тебя много припасов». «А почему ты спрашиваешь про мои припасы?» «Правильно. Никому не надо рассказывать. Я бы тебя десять раз успел грохнуть или ногу прострелить. Ты бы сразу же рассказал с радостью, что хоть за книгу слушаешь». «Метро 2033». «Хрень. Читал, не понравилось». «А, по-моему, интересно». «Ага. Интересно будет, когда пуля в башку прилетит». С пару километров прошагали вдвоем. Нам было по пути. Я то и дело вслушиваюсь, но бандиты, похоже, решили не рисковать, получив от нас с Егорычем мощный отлуп. Валера поведал немного о своей жизни. Ему 35, два спиногрыза, жена, теща, корга. Стандартное семейство. Конечно, на такое количество ртов нужно основательное убежище и тонны припасов. Все это у Валеры имеется. За много лет до ядерной атаки, начитавшись разных статей про астероиды, супервулканы, изменение наклона земной оси, прилет планеты Нибиру и, подсев на нехилую измену, стал готовиться к приходу БП. Купил ружье, запасал в квартире запас воды, мешки с крупами, коробки спичек, килограммы соли. Знакомые смеяли, считали шизанутым. Только где сейчас эти умники? Работая в крупной строительной фирме айтишником, проводил свободное время на специальных форумах, посвященных к подготовке к БП. Знал в теории все. Участвовал во всех спорах и холиварах по поводу хранения запасов гречи, драпа из города и организации обороны убежища. Но однажды, пару лет назад, Валера впервые попал на туз у единомышленников. Там его подняли на смех, обозвали диванным воином. Ведь он приехал на обычной машине, с обычной палаткой, хотя все, кто знал его по форму, ожидали встретить сурового выживальщика, обвешанного снаряжением на все случаи жизни, на специально оборудованном драпмобиле. А приехал какой-то очкарик. Конечно, Валеру зацепила горькая обида. Хотя обижаться было глупо. Он ведь действительно диванный выживальщик. Куда он свалит, когда придет северный полярный лис? К теще на дачу? И тогда он начал строить бункер. Помогая снабженцу Антохи из конторы в определенных махинациях, Валера получал на халяву сэкономленные материалы. Здесь миксер бетона, там машину строительной смеси. Так за несколько лет соорудил мощное убежище. Подмывало рассказать обо всем на форуме, но страх, что будут насмехаться и глумиться над его детищем, заставил не болтать лишнего. Его бункер основательно заглублен в недрах лесистого холма. Стены, пол, потолок – все забетонировано. Все работы выполняли гастеры, не потому, что Валера не патриот, а из гуманных соображений. Ведь рабочих потом нужно убить, чтоб никто не проболтался о местонахождении бункера. Расчет был на то, что гастарбайтеры свалят в Таджикистан, откуда не добраться до Карелии никогда. Расчет оправдался. Так здесь ты живешь. Я с уважением осматривал непролазный бурелом на склоне. Ага. Поправив очки, сказал Валера. Пришлось наворотить этот завал, чтобы скрыть вход из следы земляных работ. Заходи, если что, познакомлю с семьей. Договорились. А как до тебя докричаться, если будет заперто? Так-то всегда, конечно, заперто. Но есть домофон. Позвонишь, назовешь пароль. Какой? Валера сказал. Я прыснул от смеха. Да, такой точно хрен забудешь. Но все-таки записал на бумажке. Через пару часов я наконец-то валился домой. Уютное жилище встретило запахами стрипни и мелодии сериала «Игра престолов», на который Лена подсела благодаря мне. Теперь мы вместе пересматриваем все восемь сезонов, записанных на жесткий диск. Ты где был? Она влетела в прихожую, повисла на шее, не дав даже разуться. Чего так долго? Ужин стынет. Прости, любимая. Мои руки скользнули под халат и погладили округлости полупопий. Было много дел. Пришлось задержаться. А что за дела? Ты теперь всегда будешь так долго отсутствовать? А как же я? Мне же скучно одно и страшно. А еще? Все, но я прервал ее чириканье крепким поцелуем. Позже, лежа в кровати, я смотрел в потолок и гонял думки. Рядом сопела умотанная двухчасовым актом любви Лена. Сон не шел. То ли от настойки Егорыча, то ли от всех событий сегодняшнего такого насыщенного дня. По поводу десантника не отпускает чувство вины. Жив ли Вован? Ведь все, что с ним произошло, случилось из-за меня. А Сергеич? Уберется прочь со своими головорезами или наоборот объявит войну и посчитает делом чести найти нас и живьем содрать кожу? Хорошо встретил нового союзника Валеру. По-любому айтишник не так прост, как хочет казаться, раз сумел отгрохать мегабункер. Я, конечно, в нем не был, но, судя по описанию, побольше моего. Нас всего трое. Я, Егорыч и Валера. Но, может, еще Вован. Сумеем ли удержать этот лес? Одни вопросы. Лучше пересидеть пока неделю-другую в схроне, продумать оборону. У меня же есть пулемет. Хотя у них, наверное, тоже имеется. Может, что и покруче. А если бандиты найдут схрон и начнут штурмовать? О, ну я ж совсем забыл про пещеру. Даже подскочил в постели. Надо срочно обследовать ее и найти путь эвакуации на случай захвата. Точняк. Пойду прямо сейчас, пока девушка спит. Ей ни к чему беспокоиться и переживать. Я обо всем позабочусь. Бесшумно поднявшись, поправил ей одеялко и принялся быстро готовиться к подземной вылазке. На память никогда не жаловался, поэтому схему пещеры решил не чертить в этот раз. Главное сейчас выйти на поверхность. Думаю, если идти по руслу подземной реки, то рано или поздно приду куда-нибудь. А на выходе надо поставить растяжки. Не для того я перебрался из многоквартирного дома в таежное убежище, чтоб подо мной поселились какие-то непонятные личности. Речка то сужается грохоча в узких каменных теснинах, то растекается тихими заводями в залах и гротах. Красиво, блин. В детстве читал годную книгу какого-то французского спелеолога и долгое время тоже мечтал стать исследователем подземного мира. Но как-то не сложилось, появились другие увлечения, спорт, рукопашный бой, девушки. Но теперь я просто кайфую, выхватывая лучом фонаря причудливые наросты на стенах, заросли сталактитов и сталагмитов, полупрозрачные колонны и ребристые галереи изогнутых коридоров. Свожу потом сюда Лену на прогулку. Она тоже кайфанет, если еще тут организовать ужин при свечах в каком-нибудь симпатичном уголке. Мечтательно улыбаясь, иду все дальше и дальше. Сколько времени прошло? Кажется, целый день, но мои противоударные, огнеупорные, водонепроницаемые часы выживальщика показали, что гуляю чуть больше часа. Капец, тут целый лабиринт. Почему раньше его не исследовал? Пещера – отличное место для выживания при любом виде БП. Прохладно, конечно, но если начнется ядерная зима, температура здесь покажется курортной. Свет фонарика, который я примотал изоленты к Сайге, начал тускнеть. Закурив, заменил батарейки. Блин, сколько еще идти? Со свежими батареями луч засветился слепительной мощью. Вот это другое дело. Пройду еще полчасика, и надо возвращаться, пока Ленка не проснулась. Я свернул за крутой изгиб туннеля и чуть не заорал, столкнувшись нос к носу с полуистлевшей мумией. Черт! Глубоко вздохнув, успокоил стремительно забившееся сердце. Всего лишь труп, Саня, ничего страшного. Походу, это был фриц. Судя по остаткам военной формы, фашист окочурился еще во времена ВОВ. А вот это ништяк. Я осторожно вытащил из рук скелета поддернутый ржавчиной МП-38, отчего одна кисть треском оторвалась. Раритет. Дома разберу, почищу и смажу. Интересно, удастся отыскать патроны для него? Противно трогать, но надо обыскать этого солдата вермахта. Тут я увидел рядом с останками росыпь стреляных гильз. Ах, в кого интересно он палил? Перестреливался с нашими? Но отчего умер? Пулевых отверстий не видать. Походу, заблудился и сошел с ума в темноте. Перевернув дулом сайги мертвеца, открыл ранец. В нем отыскал запасной магазин, две пачки патронов и какие-то мелочи. Типа посуды и истлевшего белья. Из полу сгнившей кобуры вытащил пистолет. Вальтер, похоже. Надо посмотреть дома в справочнике. Убрав добычу в рюкзак, я хотел продолжить шмон. Но раздался звук, от которого волосы встали дыбом по всему телу. Протяжная кааааааааааааа донеслось из мрачной сырой темноты. Присев на карты, светанул фонариком, снял с предохранителя карабин. Начал потихоньку пятиться, не отпуская палец со спуска. Древние первобытные инстинкты кричали «Нужно валить!» Страх тьмы и неизвестности путал мысли, раздувая огонь паники. Стоп, Саня! Мало ли что послышится в этой глючной темноте. А может, эта хрень прикончила фрица? Блин, я же не верю во всю эту грёбаную мистику. Но это наверху, при свете дня. А здесь очень легко поверить в любую чертовщину. Так не хочется поворачиваться спиной к словно ухмыляющейся темноте. Но больше ничего подозрительного не слышно. Ну её нахрен, эту спелеологию! Со всех ног я чесанул обратно. Иногда мне казалось, что слышу шлепки чьих-то лап за спиной. Тогда резко останавливался, еле сдерживаясь от стрельбы. Никого. Это всё воображение играет. Стопудово! Я слышал дефицит информации в органах чувств, может рождать галлюцинации. Но от этих рациональных мыслей легче не становилось. Мумия фашиста мне точно не привиделась. Колоссальным напряжением воли я заставил себя не бежать. Не хватало ещё сломать здесь ногу или расшибить голову. Только бы выбраться. Хрен я ещё сюда полезу. Надо бы расспросить Егорыча, может старче знает что-то про это место. Ммм, вполне вероятно, что и дохлый фашик его рук дело. Эта мысль принесла облегчение. Я практически успокоился. Но когда прикурил очередную сигарету, заметил, как дрожат пальцы. Сколько, блин, седых волос появится в моей спортивной стрижке. А вот и лестница. Зашибись. Чуть не расцеловав заветную трубу канализации, принялся карабкаться наверх. Как вдруг. Чудовищный нечеловеческий рёв прокатился по подземелью. Грохочущая эхо перекрыла даже шум реки. Взметнулись пересравшиеся летучие мыши. Словно грёбанный человек-паук я сиганул наверх. Сам удивляясь, как в этот момент не даванул жидкого. Выбравшись, захлопнул люк и упал на него сверху. Чё за неведомая хреновина? А если эта тварь вылезет ночью из своего подземелья? Нужна растяжка. Я сгонял в оружейную, прихватил пару гранат и моток лески. С опаской приподнял тяжёлую крышку и направил дуло сайги в чёрную глотку колодца. Кинуть туда эвку, что ли? Но я ограничился лишь несколькими выстрелами в холодную тьму. Вроде никого. Установив гранаты, я не почувствовал полного облегчения. Заварю-ка нахрен этот люк. По дороге в кладовку за сварочником столкнулся с Леной. «Ты чё не спишь? Что-то случилось?» Зевая спросила она. «Нет». «Как можно более спокойно», — ответил я. «Ты сама чё вскочила?» «Ну, я услышал шум и проснулась, а тебя нет?» «Да просто труба засорилась, надо было прочистить. Иди в постельку, я скоро приду». «Ну, хорошо», — улыбнулась она. «А в туалет можно сходить?» «Конечно. Я уже всё сделал. Шлёпнул её по попке. Иди». «А ты знаешь?» Она обернулась в дверях. «Мне такой сон, короче, приснился. Всё, иди. Потом расскажешь». «Совсем даже не хочет со мной разговаривать». Пробубнила себе под нос, но, слава богу, ушла. Притащив сварочный аппарат на 220 и электроды, я принялся варить. Аккуратности и толщине получившегося шва мог позавидовать даже профи. Я устало стянул маску и полюбовался результатом труда. Клёво получилось. Но прежде чем отправиться в постельку к Лениным сиськам, принёс несколько коробок тушёнки и сложил на крышке люка. Хрен теперь, кто тут вылезет. Когда поднялся в комнату, Лена уже снова дрыхла. Я даже завидую её беззаботности. Прилёг рядом, стараясь не будить. «Главное, я сделал всё для нашей безопасности. Можно и поспать». «Да только хрен усну теперь. Родной и уютный схрон мне теперь не кажется таким надёжным. Непонятная чертовщина творится внизу. По лесу шныряют бандиты Сергеича». Я встал, прошёл на кухню и налил полный стакан водки. Резко замахнул, выдохнул, закусил остатками каши прямо из кастрюли. Как западне, блин. Минут пять напряжённо думал. «Ладно, хер с ним, с подземелем, эту проблему оставим на потом. А вот насчёт внешней безопасности. В принципе, можно и даже нужнее её усилить. В конце концов, у меня же есть корт». Я сходил в оружейную и, вернувшись, поставил красавца на стол. «Пусть только сунутся ко мне, ублюдки, мать их!» Тряпочкой любовно протёр грозное оружие. Затем, одевшись, прихватил лопату и отправился наружу. Уже по привычке оценил радиационный фон. Всё так же слегка завышен, но не критично. По-прежнему метёт пурга, небо посерело, скоро рассвет. Не теряя ни минуты, забрался на крышу схрона, осмотрелся, прикидывая сектор обстрела. Ништяк. Я принялся копать. Нужно пока темно оборудовать пулемётную точку. Оттянуть вниз топорный болт за пуговку и повернуть его на одну четвёртую оборота в любую сторону. Прочитал я в энциклопедии оружие. Могли бы просто написать «повернуть на одну четвёртую». Зачем уточнять его? Это же стилистически неверно. Ну ладно, приступим. Легко сказать, но нелегко сделать. Взяв отвертку, начал сковыривать слои коррозии. То и дело приходилось наносить растворитель ржавчины. Получится ли из него пострелять? Всё-таки Шмайсер пролежал в сыром подземелье семь десятков лет. Я сижу в оружейной и под музыку Рамштайна привожу в порядок немецкий автомат, найденный в пещере. Лена наверху трудится у плиты и варит супешник. Вообще, возня с оружием здорово успокаивает нервы. А что ещё нужно во время апокалипсиса? Так, сейчас попытаемся вытащить затвор из ствольной коробки. Тоже всё присохло. Щедро побрызгал ВДшкой. Ну вот, ништяк. Возвратная пружина в неплохом состоянии и ударник. Спустя полчаса автомат стал не как новенький, конечно, но вполне годный для стрельбы. Я начал заряжать магазин. Как там у Ленки дела? Почему не зовёт до сих пор? Вдруг какой-то металлический звук заставил поднять голову. Бам, бам, бам. Чё за хрень? Я вытащил наушник и прислушался. Вроде тихо. Снова вернулся к прерванному занятию. Бам, бам. Да ё-моё. Выключив музыку, я поднялся с табурета и заорал. Лена, ты чё там делаешь? Суп варю. Донеслось с кухни. А чё так грохочешь? Чё за стук? Какой ещё стук? Я овощи режу. Ничего не слышала? Нет? Я озадаченно покачал головой. И тут снова. Бам. Колени предательски согнулись. Звук раздался из болерной, где находился люк в подземелье. Бам, бам, бам. Сомнений нет. Это не причудилось. Блин, кто-то или что-то ломится снизу. Но как же мои гранаты? Почему не сработали растяжки? Саша? Что там? Мне страшно. Я вздрогнул и обернулся. На ступеньках стояла Лена с круглыми глазами. Ты тоже слышала? Она кивнула. Губы дрожат. Иди наверх, возьми револьвер. Сказал я, заметив, что голос мой звучит чертовски нервно. Не бойся, любимая. Сейчас разберусь. Я примкнул магазин к МП-38 и мелкими шажками двинулся в соседнее помещение. Осторожно выглянул, держа люк на прицеле. Жуткий удар заставил ящики с тушняком подпрыгнуть. Аккуратная башенка из коробок развалилась. Драгоценные банки разлетелись по всем углам, словно пытаясь спрятаться. Превратившись в извояние, я до боли сжал автомат. С жутким скрипом начал подниматься люк. Как так? Я же все отлично заварил. С диким криком надавил спусковой крючок, но чертов шмассер лишь щелкал впустую. Черт, люк уже полностью распахнулся. Братка! Вован? Я опустил оружие. Десантник выглядел чудовищно. Обожженное лицо перепачкано в зале и грязи. Тельняшка разодрана, пропитана кровью. Выручай, братка! Держи руку, друган! Вылазь! С трудом потянул, выдергивая обессиленного бойца. Вован вцепился в меня, как утопающий. Боль и отчаянная безысходность читалась в его глазах. Разбитые губы шевельнулись, вырвался крик. Закрой люк, ядрян, мать! Закрой его на! Быстрее, ёпта! Лена! Заорал я. Чё встала? Помоги! Она подбежала с револьвером в руках, неуклюже подхватила десантника с другой стороны. Дура, люк, закрой! Да, да! Пронзительный виск ударил по нервам. Я поднял взгляд и обомлел. Из черноты подземелий выползала мумия гитлеровского солдата. Труп поправил пилотку на черепе и распахнул челюсти в голодном оскале. В глубине пустых глазниц сгорели яростные огоньки. Любимая, назад! Бросив ована, я направил МП-38 на это исчадие преисподней. Лена стояла и верещала, как недорезанная, мешая стрелять. Наконец она развернулась, но ловкий труп сцапал нежное тело костлявыми лапами. Саша, спаси! Всё произошло в какие-то мгновения. Я ничего не успел сделать. Мертвец давил голову и начал сжимать как тисками. Глаза девушки полезли из орбит, лицо покраснело и вздулось. Прощально глядя мне в глаза, она поднесла револьвер к подбородку. «Лена, нет!» Грохот выстрела. Красный всплеск облака дыма. Торжествующе зарычав, мертвяк отшвырнул обезглавленное тело моей ненаглядной. Красивые ноги, мелькнув напоследок, исчезли в колодце. Оттуда один за другим полезли клацая зубами скелеты в военной форме Третьего Рейха. Я треснул автомат об стену и вновь нажал спуск. Есть! Шмассер злобно плюнул огнём. Длинная очередь пронзала иссохшие тела, но пули не причиняли вреда. Скелеты стеной надвигались на нас вованом. «Братка, пристрели меня, блядь, пожалуйста, убей меня, на!» Взвыл ВДВшник. «Хорошо, дружище, прощай!» Выстрелом в лоб я исполнил просьбу. Развернув автомат, направил на себя. «Лена, Вован, увидимся в раю!» Сухой щелчок осечки обломал мой прекрасный план. И тут же хищные лапы вцепились со всех сторон. Полусгнившие зубы впились в мою плоть, терзая и отрывая куски мяса. Своплем я вскочил с постели, перекатился, схватив сайгу стоявшую у изголовья. Всё тихо. Бляха! Опять этот грёбаный сон! Облегчённо вздохнув, я вытер лоб. Пот в три ручья. «Что случилось, зая?» Сонно пробормотала Лена, приподнявшись на плече. «Ничего!» «Ты уже заколебал меня будить!» «Прости, любимая!» «Опять плохой сон?» «Да!» «Я же говорила, ты слишком много пьёшь!» «Да при чём тут это?» «И сидишь всё время дома, безделием страдаешь!» «Сходи лучше на охоту, надоело эту тушёнку уже!» Поставив на предохранитель, вернул ружьё на место. «Да, Лена права!» «Чё-то я засиделся!» «Прошло две недели с моей спелевой экспедиции. Всё это время я слонялся по схрону, не зная, чем заняться. Читал книжки, играл на компе «Фоллаут» и «Сталкер», но это быстро надоедало. Бухал, отчего Лена начинала истерить и ворчать. Потому что, нажравшись, прыгал на неё, как похотливый орангутанк, и грязно домогался. На утро, конечно, бывало стыдно, я просил прощения, но к вечеру становилось скучно и всё повторялось. Последние три дня старался сдерживаться. Начал выбираться наружу, где, не переставая, сыпал этот долбанный снег. Забирался вырытый окопчик, укрытый брезентом, и нёс вахту, высматривая разбойников. С каким бы удовольствием я сейчас пустил по ним очередь. Кстати, пулемётную точку удалось отлично замаскировать. Вернее, в этом помог снегопад. А суровая дула корда, обмотанная белыми тряпками, хоть и торчала из-за укрытия, но абсолютно сливалась с местностью. Коротать время этих унылых дежурств помогала фляжка, которую втайне от Лены пополнял и своих тайных запасов. — Окей, любимая, жди. Сегодня будет свежее мясо для котлеток. — Ну, наконец-то! — проворчала она и бухнулась на подушку, закрывая глаза. Больше часа я бродил по лесу с айгой наперевес. Навалило прилично снега, в основном по колено, а кое-где проваливался и по развилку. Похоже, пора доставать лыжи. Интересно, будут ли ещё оттепели? Доживём ли мы с Леной до того дня, когда наш ребёнок станет бегать и кувыркаться в зелёной травке? Да, я сделаю всё для этого. Надо только взять уже себя в руки, наметить дальнейшие действия. Решено. Сегодня же вечером сяду писать стратегический план выживания. Внезапно я забыл про всё. Оба-на! Да это же след лося! Именно так он выглядит в книжке для охотников. Кайф! Будет много мяса! Бесшумной тенью передёрнул затвор с айги, я побежал по следу. Где-то через километр выбежал на старую гать. Вот он, сахатый. Теперь ты мой дружище! Рухнув, снег пополз, чтобы подобраться на расстояние уверенного выстрела. Мне удалось это. Я лежал, закопавшись в сугробе, метрах в сорока от лесного великана и немножко позади. Смерть тебе, лось! Почему-то подумал я. И выстрелил. Животное издало яростный крик боли и, ломая кусты, ринулось куда-то, наверное, к себе в логово. Я погнался за ним по кровавым следам. Сейчас лось дохнет от раны, я его разделаю. Однако упорный зверь не хотел умирать. Он бежал и бежал по лесу, иногда оглядываясь на меня. Мне это надоело. Вскинув с айгу, присел на дно колено и выстрел за выстрелом расстрелял. Жертва пала. Я издал торжествующий рык, подбежал, добил. Достал нож, стал резать. Запах дикого леса, крови, добычи пьянил голову. Как же это круто. Пришло осознание. Все вокруг моя территория. Я здесь царь и бог. Запрокинув голову, я пронзительно расхохотался. В сером небе кружились черные птицы. Им тоже хотелось мясо. Добычу перетаскаю в несколько ходок. Пусть Лена порадует сегодня котлетами. Меня шатает. Шестая или седьмая ходка за мясом. Пока просиживал задницу в схроне, мои мощные ноги отвыкли от таких нагрузок. Лена уже начала готовить. Дома стоят такие запахи, что можно слюной подавиться. Я тормознул, чтобы передохнуть, и услышал голоса за деревьями. Косой, смотри, че это? Да вроде следы какие-то. Че, бля, докладывать Сергеичу? Конечно, сука, пусть пацаны подтягиваются. Прием. Ёб, косой, че-то не ловит ни хера. Пох, сами разведаем. Походу нашли того городского мудака со схроном. Точняк, вольнем козла да пошарим в бункере. Что же делать? Сайга осталась в схроне. Заскрепел снег. Слышно грязное сопение мерзавцев. Опа, у меня же есть револьвер. Крутанув барабан, я вышел из-за ели. Первого косматого тощего бандита с берданкой на шее встретил громоподобным выстрелом в лицо. Башка лопнула, как гнилая экономика Америки. Сквозь освободившееся пространство я увидел второго. Рослого дядьку в черной байкерской куртке и бандане с черепами. Его бородатая хайло выражала изумление. Стремительно сменяющееся горькой миной разочарование в своем относительно хреновом будущем. Пушка в моих руках зазвучала по бедной мелодии смерти. Все шесть оставшихся патронов нашли свою цель. Байкера. Вот вам и мудак, уроды. Куда эти трупы теперь? Может тоже разделать? Лена и не заметит, поди. Тушенку сделаем. Кто знает, сколько будут длиться тяжелые времена. А мясо можно будет потом обменять на что-нибудь ценное. Да ну, нах каннибализм. Не настолько я еще скатился. Закопаю их здесь, в лесу. Быстро обшманав убитых, забрал оружие, курево и рацию. Покончив с этим не очень приятным занятием, замел все следы и побежал к схрону. Выстрелы могли услышать, да и этих могут начать искать. До заката просидел за пулеметом, вслушивая шипение рации. Но никто так и не явился. Сказав Лене, чтоб не волновалась, отправился за остатками лося. Надеюсь, мое мясо никто не утащил. Так потекла наша совместная монотонная жизнь. Насыпало еще больше снега, пришлось достать лыжи. Радиация пока в норме. Я целыми днями брожу по лесу и убиваю зверей. Мародеров Сергеевича больше не видно в поле моего острова, как скальпель зрения. Да и я сам не хожу в сторону поселков. Там может быть опасность. С пулеметным гнездом хрен кто меня возьмет. Закончились презервативы, но мы как-то выкручиваемся. Теперь моя девушка сидит почти все время в схроне и что-то готовит, вяжет, моет. У нее много работы. Однажды через пару месяцев моего знакомства с Леной начал замечать странности. Проверяя кладовую, я обнаружил, что пропадают ништяки. То банка кофе исчезла, то пиво как-то быстро убывает, то супу наварят целую кастрюлю, а съедаем за пару дней. Хотя раньше хватало на неделю. Секс тоже стал как-то уныл и не приносил того, что должен по идее приносить. Я лежал среди ночи, курил и думал обо всех этих непонятках. Лена спала, повернувшись ко мне голой спиной. До этого было соитие. Это что получается? Она втайне жрет мои ништяки? Крысит? Да вроде не похоже. Она потолстела, а по ней не скажешь. Или бросить меня решила? Свою нычку сделала и туда хавчик копит потихоньку? А может. Да, точно. Блин, да у ней же поди кто-то есть. Меня обожгла ледяная волна гнева. А ведь все сходится. Я чуть не зарыдал от жалости к своим растоптанным чувствам. Как она могла? Чтобы успокоить ярость, сел за стол и начал разбирать и чистить револьвер. Она пусть спит. Завтра устрою разбирательство и вынесу решение. Пальцы побелели, сжимая рукоять револьвера. Видит Бог. Мне будет непросто оставаться беспристрастным. Любимая, просыпайся. Уже утро. Лена промычала во сне какое-то слово, и я начал не спеша готовиться к выходу, гремя патронами, снарягой и всяческим оружием. С грустью думал о горьком конце нашей совместной жизни, протирая стекла защитных очков влажной тряпочкой. Но терпеть в схроне предательства нельзя. Это может плохо сказаться на выживаемости моего пристанища. Лена проснулась только, когда я громко щелкнул пластмассовой защелкой на ремне разгрузки. Девушка с трепетом в заспанных глазах уставилась на мой мускулистый силуэт на фоне лампочки. Я сказал. «Одевайся. Быстро». «В каком смысле?» «В простом смысле. Пойдем». «Подожди!» – встревожилась она. «Мы ведь еще не завтракали. Что ты задумал?» «Не спорь. Я полюбовался игрой света на барабане револьвера. Некогда». «Да никуда я не пойду!» – закричала Лена. «Я голодна и не умывалась, и не причесана. Сейчас я все это сделаю, а уж потом, если ты мне все объяснишь». «Послушай, Зая, я решил проявить свою хитрость. У меня есть для тебя подарок». Она резко обрадовалась. «Какой?» «Пойдем, покажу». «Ой, ты такой лапой, я прямо не могу! Сейчас, сейчас!» Похлопав глазами, она со всей возможной быстротой принялась одеваться. Мы вышли в холодный мрак леса. Я отметил про себя понижение температуры и злость порывов ветра. Закурив сигарету, посмотрел на небо. «Где-то там раньше кружили спутники-шпионы. Хотя, может, и сейчас кто-то наблюдает с орбиты. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Камуфляж скрывает мою лесную движуху, а Лена не похожа на партизана, и за ней тоже не будут следить». «Блин, такой дубак!» – начала ворчать Ленка. «У тебя есть еще какая-нибудь шапка?» «На, держи!» – я отдал запасную шапочку с прорезями для глаз и рта. «Класс!» – она натянула головной убор на свое чем-то симпатичное лицо. «Ну и холодина!» «Это даже хорошо!» – сплюнув в снег, произнес я. «Что?» «Ничего. Идем». Мы пошли. Во мне все больше и больше ворочалась совесть. Я переживал за то, что собирался сделать с Ленкой, а она ничего не подозревала, шла за мной следом. Что-то глухо напивала сквозь маску, рассказывала всякую чепуху про свой кулинарный техникум. Ее, похоже, не беспокоило, что от него осталась расплавленная радиоактивная масса. Наверное, всем женщинам присуще такое раздолбайство. Думают о том, как бы жить в тепле и сытости с могучим мужиком, а на судьбы Родины и текущую обстановку на фронтах им плевать вообще. Я обернулся назад. «Ну, что там стало?» «У меня снег в сапог набился. Не можешь подождать?» «Я тебе сколько раз говорил сделать бахилы?» «Че, я как дура ходить в них буду?» «А щас ты как умная, что ли?» «Да». Она расстегнула молнию сапога и выгребла кучку снега. Я ей тут же не позавидовал. Ноге Ленке. Впрочем, она виновата сама. «Никто не просил тырить мою тушенку из хрона. Такие вещи всегда плохо заканчиваются. Долго еще идти по этому дебильному лесу?» Мой тренированный слух уловил недовольство. «Будешь болтать, вообще весь день будем идти», – пообещал я. «Как так?» – удивилась Лена. Я не ответил. Пару часов спустя выбрались из Чищобы на тревожную гладь дороги. У Катана, значит, кто-то регулярно ездит. Первым выскочил я, держа на готове сайгу. Оценил одну сторону – чисто. Хищным рывком перекатился и проверил другую. В прицеле не было лиц врагов. Следом, шатаясь, как снегурочка, и, блин, не таясь, подтянулась моя девушка. Бывшая девушка. Сквозь ком в горле поправил я свою сентиментальную мысль. «Закрой-ка глаза и руки вытяни вперед», – вымолвил я. «Сюрприз?» – лучисто улыбнулась Лена. «Ага». Она выполнила указания с неожиданной точностью. Я отцепил от пояса моток крепкой, как любовь к родине веревки, сделал петлю и закинул на ветку дерево. «Ну что, можно смотреть уже?» Не очень терпеливо топнула сапогом Ленка. «Обожди». Сделав еще одну петлю, я накинул ее на руки Ленки. Она заорала. Но я дернул другую часть веревки. Ленка вытянулась в струнку. С удовлетворением посмотрел на свою работу. Но в то же время больно глядеть на страдания беззащитной девчонки. Я отвел свой зоркий взгляд. «Ну-ка, развязал меня, придурок! С ума сошел, а?» Заголосила на всю Карелию Лена. «Заткнись. Между нами все кончено. Я все знаю». Ее зрачки блеснули злом. «Ты вообще дебил!» Злобно зашипела она. «В чем дело? Объясни!» «Ты спалилась. Я знаю, ты крадешь тушенку из нычки». «Я?» «А кто же еще? Думала, я не веду жесткий учет своих припасов». «Я умоляю!» Нервозно расхохоталась Ленка. «Ты ненормальный! Я ничего не крала!» «Давай, давай, рассказывай сказки!» «Развяжи меня сейчас же!» «Прощай!» С искренней болью в голосе сказал я и пошел в сторону своего одинокого убежища. Еще долго в мою широкую спину летели крики и проклятия, но я был тверд, как базальт. Я ни о чем не жалел. Это был единственный правильный выход. Убить ее и разделать на тушенку я не имел права. У нас ведь был секс. Много секса. Да ей ничего и не грозит. Кто-нибудь проедет по трассе и снимет эту дуру с веревки. Девка она с нормальной внешностью не пропадет. Максимум по кругу пустят, да и все. От этой шальной мысли я чуть не взвыл в тоскливую выснебо. Пусть будет так. Я увеличил скорость шага, чтобы поскорее забраться в скрон и напиться. Я буду пить, как поганая свинья, жрать пельмени и стрелять в потолок из револьвера. Черт! Револьвер! Где он, блин? Мой револьвер пропал. Неужто я такой растяпый обронил его в пути? Но как его теперь отыскать? Уже прошел столько километров. Совершенно убитый отчаянием и тоской, я добрался до двери убежища. Устало снял с плеча сайгу. Как горько возвращаться в пустой, остывший, без женской ласки схрон. Я с грустью толкнул дверь и чуть не охренел. Горит свет. За моим столом сидят трое. Что за охреневшие ублюдки? Открыта водка и несколько банок тушенки. Видно, что они тут давно хозяйничают. Когда я вошел, гады дернулись. А до этого с интересом вертели в своих поганых ладонях мой револьвер. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие в мир схрона, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.